Глава 11 И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветер произрастет от корня его. Вишли дивны, вишли пророчества. Некоторые передают это за сказанное от ави языки, на языке царства раньше того времени, когда это было сказано. Порок утверждает, что этот жезл происходит из корней предков. Хорошо сказал, из корней, то есть от Авраама и даже раньше его. Открывая рождение без брака, как и другие говорят, из пня. Жезл, говорит, изыдет не из семени или из земли, но из корней изыдет, как бы не проходя через корни, но из самых корней. То есть он принял плоть не от какого-либо тела, которое прошло через другое тело, но от тела девы, не принося тело с неба, не воспринимая иное тело через новое творение. И сам не изменяясь во плоти, но принимая тело истинное, а девы вместе с духом и разумом, тело свое, слово Божие, а не тело какого-либо человека, вне себя, как и Павел, говорит, пришло и произошло от жены. Обозначая вместе с тем тело без брака, от плоти жены. Жезлом пророк называет также и царство, так как Писание везде называет отрасль и честь царства жезлом. Цари по нему держат в руке золотой жезл. Таким образом, жезл по нему служит названием царства, страха и возбуждения. Посмотрим, как пророк говорит здесь о телесном пришествии того, кого он выше назвал отроком, имеющим родиться от девы, и цвет от корня взыдит. А другие говорят, и взыдит ветер, и видишь ли, что этим означает также возрастание. Так как слово взыдит и изыдит означает преуспевающий и из закона сообразный рост, то он и не говорит, возрастет от тебя, но от самого жезла, так этот, что свет жезла никогда не завянет. А чтобы здесь не разумели жезла вещественного, пророк хорошо прибавил и сей его, как делают евангелисты, вразумляя, что Бог всяческих никого не гнушался. И почиит на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Да устыдятся евитики, желающие толковать Писание по-иудейски. Дух говорит, советы, крепости, а другие прибавляют также страха, то есть исполнится Дух страха Господня. Он сам будет благоухать страхом Божиим. Почему он, Бог, исполнится Духа? Если он боится Отца, как вы богохульствуете, то почему он имел нужду в Духе, которого вы считаете ниже его? Далее, для нас он в Духе и теле своем принимает Дух премудрости и разума, ведения и благочестия, представляя нам пример себе самому, что мы нуждаемся в таких дарах Духа Божия. Будучи Господом, он не нуждается в этом приятии Духа, но Дух является в нем, чтобы благодеяния его открылись нам. Он воплотился и вочеловечился не по какой-либо своей нужде, но только для того, чтобы людей сделать сынами Божьими. Точно так же он принял Духа не по какой-либо скудости, но только для того, чтобы даровать Духа в обилии нуждающимся, так как если что принадлежит Отцу, принадлежит и Ему, Сыну, как сказано в Евангелии. И мое все, твое и твое мое, то ясно, что Дух сосущественный Отцу, сосущественен и Ему. И как себя самого он положил за стадо, так даровал сосущественного себе Духа соизволение Отца и Святого Духа, чтобы оживотворить мир, который был мертвым. Пророк утверждает, что он принял Духа не в меру, но весь был исполнен Духа Божия. «Ничто не сродно Отцу, кроме одного лица Сына, и ничто Сыну, кроме Лона Отчего. Так же ничто не исполнено Святого Духа, кроме сосущественного Ему Сына». Дух, говорят, премудрости, разума, совета, страха Господня, потому что где находится страх Господний, там есть все. Показывающий себе Духа со всеми дарами Его показывает ради того, чтобы нас привести к страху благочестия, и потому не говорит о себе самом «Я убоялся тебя, но я возлюбил тебя». Сыну, возможно, было любить, не бояться. Те, которые толкуют сказанное о другом человеке, исполнившемся Святого Духа, пусть укажут того, кто был способен принять из всего Духа. Ты думаешь о Изекии или из Рававели? Не приводи других, об них я поговорю в своем месте. А теперь скажу об этих двух, то есть о Изекии и из Рававели, который из них мог получить полноту Духа. Если будешь настойчиво утверждать, что они были способны к этому, то почему ты не признаешь того же относительно Христа, что мог Изекия? Хотя своей молитвой он сохранил город невредимым, но все это он сделал при помощи силы Божией. А какие силы явил Христос, высушивший говорящего пророка? Его же начальство, сила на раменах его. Этого недостаточно. Я обличу бесстыдно следующими словами. «Не по славе, говорит, не по словам имеет судить, видишь ли признаки его божественности». Акила говорит. «Не по видению отчей будет судить, и не по речам будет обличать». Другие переводчики. «Не по слуху ушей будет обличать». Таковы дела не по человеческому образу, а по Богу. Как сказано «Тайная Господня Богу нашему» в Тарозаконе 29.29. «Как человек смотрит на лицо, а Бог же смотрит на сердце» 1 Царств 16.7. «Одному Богу свойственно судить не по подозрению, а нам свойственно часто отступать от справедливости». Видишь ли, все, что пророки повсюду приписывают божественной силе, тоже этот пророк Исаия приписывает ему. Он не говорит, что по подозрению, а то не по подозрению он будет судить, но никогда не будет судить по подозрению. Если бы он был только пророком, то и он мог бы заблуждаться подобно Самуилу и Елисею, которые много не знали наперед, а узнавали тогда, когда желала благодать Святого Духа. Опять показывая строгий суд, пророк прибавляет, и не по глаголу обличать будет. Видишь ли, какого призывает судью, который не только обличит по словам, но объявит и сердечные тайны, и таким образом совершит суд. Земные судьи судят только явное, и следствие и незнание часто поступают против права. Но Бог исследует и сердечные тайны, перед ним все открыто, по сказанному, ибо Слово Божие живо и действие, на острее меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духа и составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Оно не только отделяет дух от тела, но и душу, то есть благодать духа от души, и не нуждается в речах и письмах, как сказано, откроются книги живых и воздастся суд. 4. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразить землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Так пророк показывает знание, а здесь строгость суда, подобно тому, как он произносит суд о Лазаре и богаче, и в другом месте. 5. Не мое даю вам, но что уготовано, именно не от меня зависит дать вам сесть справа или слева. 6. Не от меня самого является препятствием к этому, когда они сыны Завидеева считают себя достойными. 7. Хорошо он назвал славными земли, так как они не были славными неба. 8. Смотри, как он через Авраама осудил богатого, не применив своего могущества, так как праведно судилище его. 9. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. 10. Это ясно сказал Павел об Антихристе, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, причем не будет иметь нужды ни в оружии, ни в военном снаряжении, достаточно только явиться свету, чтобы исчезла тьма. 11. Желаешь ли ты знать, каким образом он поразит? 12. Подобно тому, как он увидел, готовившись схватить его, и сказал, кого ищете? 13. И они тотчас отступили и пали на землю. 14. Поразит землю слово мус своих, как сказано об отце, словом Господнем небеса утвердились, и духом мус его вся сила их. 15. Он угрожает морю и иссушает все реки. 16. Он говорит солнцу, не восходи, и оно не восходит. 17. Как случается с нами, что мы теми же руками, которыми делаем что-либо, можем и разрушить? 18. Так и с Богом. Словом Господнем небеса утверждается, и будет припоясан с правдою. 18. Симах следует, и он говорит, грудь его будет окружена верою, чтобы и мы облачились в эту одежду. 19. Какой человек, являлся имеющим вечную одежду, приличествующий одному Богу, о чем в конце этого правощества говорится, облечется в оружие правды? 19. И в одежду Божию. 20. Тогда, говорит, будут пастись вместе волк и ягненок. 21. И опять словом мус своих поразит землю, а в другом месте, он говорил, и земля была изранена. 21. Будешь ли при этих словах понимать тело, грехи которого были поражены жезлом, или имеющие быть в конце мира поражение на земле, не впадешь в заблуждение? 22. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. 22. Акила переводит. Волк будет странствовать к агнцу. 23. Вместе будут обитать все дать и он, переводчик, будут странствовать. 24. Волками называются жестокие людские нравы, а агнцами благоразумные. 25. Если кто утверждает, что здесь говорится не то, а только о зверях, тот пусть объяснит, какой жезл произошел из корня Исеева. 26. Что здесь говорится о злых и добрых людях? Помимо прочего, ясно из того, что другие переводчики утверждают, что даже это точнее. 27. Один, говорит, будет странствовать, другой вместе будут обитать. 28. О зверях этого понимать невозможно, тогда как польза странства не наблюдается в людях. 29. Под волками, пасущимися сагнцами другу, не приносящими вреда, разумеясь солдат, диких умом, жестоких сотников и полководцев, которые вследствие благочестия и любви ко Христу, придя в себя, не будут обнаруживать гнева относительно смиренных и простых людей. 29. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 30. Пророк говорит, что они не только ходят в одном и том же месте, но находятся вместе на том же пастбище, когда пища готова не так, чтобы изменилась природа, но нравы жизни. 31. По его словам, волк не изменится вагнца, но оставаясь в диком состоянии, имея господство по храбрости, он тем не менее не будет причинять смиренного вреда. 31. И в другом месте священное писание стерепых начальников называет арабскими волками. 32. Каждый из зверей оставит свой дикий нрав, это значит то же, что сказано было выше, обличит многие народы. 33. Не то удивительно, что он произнесет суд и обличит славных земли, но более удивительно то, что он вложит в людей такие добродетели, что они станут подражателями небесных путников и великих и малых подчинить тому же закону, чтобы никто не мог обижать бедных. 34. Таковы дела Творца Бога. И отрок малый будет водить их. Они будут так согласны, что они будут нуждаться ни в законах, ни в чьем-либо ином подобном. 35. Но каждый будет управлять только самим собою. Как и говорится, праведника на закона не нужно. Закон написан не для праведных. 36. Если кто придет для управления христианским городом, где все следуют Христу, то хотя бы он и весьма мало знал, и даже был малым отроком, тем не менее, обещая направлять жизнь по христианским нравам, он тотчас поведет всех легко, и они своему явившемуся вождю никогда не причинят никакой неприятности. 36. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. 37. Эти слова означают для нас то же, что и прежнее. То есть, жестокие и разумные будут обитать вместе, и вследствие благочестия не будут обижать друг друга. 38. Смотри, как он низводит речь до малых отроков, которых ныне и видим обнаруживающими такую добродетель благочестия в отроческом возрасте. 39. И лев, как волк, и будут есть вместе мекину. 40. Если ты видел какого-либо полководца, который приготовлял свою обильную трапезу из награбленного, ел и пил таким образом, подобно нистовому льву, пожирал тела и размельчал кости других, свою трапезу наполнял кровью и мясом, а потом увидишь его под влиянием благочестия, то постящимся, то умеренно употребляющим пищу, 41. Тогда ты вспомни слова пророка, говорящего лев, как волк будет есть солому, так как он изменил свою дикость и грубость не только относительно общества, но и относительно трапезы, так что в нем невозможно более найти свойств дикости и грубости. 42. Том 6, страница 132. «Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день. Корни Исееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». 43. Переводчик Ксимов «И пойдет младенец на пещеры Аспидов, и отрок, питающийся молоком в виде василисков, возьмет их руками, и они не обидят его, и не причинят вреда на всей горе святой моей. 44. Слабые, обитающие среди злых, не будут подвергаться неприятностям от их злобы. Бог дал нам такую силу, вследствие которой их злоба не может вредить нам. 44. Если уколы, чародеев и ложные заклинания, которыми они пользуются, могут сделать тела злых зверей невредимыми от ядов, то тем более, вследствие помазания духа и духовных заклинаний, которыми закляты умы наши, свободны будем от зла мы, когда пожелаем. 45. Таким образом, мы не только будем отвлечены от зла, но и будем так сильны, что нам не в состоянии будет вредить злоба других. 46. Каким образом это исполнится, когда наполнится вся земля видением Господней, как воды покрывает море? 47. Все это творит познание Бога, которым обновляемся и изменяемся не только мы, но и вся земля. 48. Не думая, что говоря, что вся земля наполнится познанием Бога, пророк говорит только о Палестине. 48. Пророческие слова этой книги не допускают такой скудости, даже совершенно не согласуются с ней, как воды многие покрывают море. 49. Не без причины, пророк говорит, море, а не море. 50. Каким же образом можно открыть добрые дела или благочестие христиан? 51. Не видим ли мы распри тяжбу между христианами? Они завидуют друг другу, борются между собой и желания господства, любят славу и мир, погрызают в мщении и судах, обходят земли и море ради наживы и торговли. 52. Не видишь ли ты вождей и начальников христианских, поглощающими живых людей? 53. Наконец, каким образом на христианах исполнились те слова, или вся земля наполнилась познанием Господа, почему очень многие народы, услышавшие христианскую религию, не отступили от своих диких нравов? 54. Таким образом, пока же и скажут нам, где эти, во всяком случае, хорошие законы. 55. Говорить так, как мне кажется, значит думать и говорить пустое многое, возмущать и возмущать, и стараться обнаруживать пустые пророчества и ложные слова. 56. Думает, что мы не в состоянии подтвердить истину, не бойтесь. 57. По милости Божией, когда будем говорить об этом, мы скажем все то, что даст благодать Духа, так как ради Его славы трудимся и за Него ведем войну. 57. Я покажу тебе, сколько войн окончено, не враждовала ли сама с собой природа, не поклонялись ли деревьям и камням и не кропили ли на все жертвенники кровью. 58. Чем они отличались от волков? Они были даже хуже волков, последние заботятся и жалеют своих детенышей, напротив, люди вместо милосердия, которого требовала природа, оказывались жестокими. 58. Зачем нам стараться доказывать? Это на основании язычников. Выслуши говорящего пророка. 59. И сыновей своих приносили в жертву и дочерей бесам. 59. Солом 105.37. Или, как написано в книге царей, царь, когда вел войну, принес своего сына во всесожжение перед всеми. 4. Царств 3.27. Царь Амнон. 5. Уже ли это кажется признаком малой жестокости? Почему же теперь никто не делает этого, даже язычник? 6. Отроки свободно живут с отцами и матерями, имеют заботу и любовь к родителям. 7. Тогда цивили себя относительно сыновей, как палачи. А теперь они доставляют им пищу, жизнь и почести. 7. Желаешь ли ты понять, каким образом отрока молодого посылает на пещеры астридов, протянет руку? 8. Все это открывается в христианах. 9. Хотя во время ученищества их бросали зверям, однако чрезвычайная сила последних не могла вредить им. 10. И сейчас даже младенцы в этих битвах получали венцы. 11. Одни оставляли свои имения, другие раздавали их. 11. Не видишь ли ты, сколько учреждено больниц для расслабленных, сколько вспомоществований оказано сиротам, сколько заботливости о вдовицах? 12. Да зачем нам перечислять внешнее? 13. Войди в церковь, и ты собственными глазами увидишь эти учреждения. 14. И тот, кто против нас писал все это, сам засвидетельствует, что в церкви пользуются одинаковой честью бедные и богатые, знатные и слуги. 15. Не видишь ли, что все они уходят от той же трапезы, пользуются той же трапезой? 16. Но тебе видеть невозможно. 17. Каким образом рыси будут лежать вместе с козлищами? 17. Жестокий и храбрый воитель со смиренными и кроткими. 18. Если они полюбили добродетелей, не все вместе, это неудивительно. 19. Но более удивительно то, что некоторые предались многим добродетелям, а другие, будучи не вполне совершенными, однако отрешились от жестокого характера. 20. Но когда вся земля исполнила сведения Господня, когда во всю землю прошли глаголы вещания их, 21. И будет в тот день Господь снова просвет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Фуса, и у Елама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря. 21. Видишь ли, когда все это должно было исполниться? 21. Кто надеялся на Зарвавеля или Езекию, и будет покой его, честь кого? 22. Мы не знаем, чтобы это исполнилось на ком или военном, но на Христе, конечно, исполнилось покой его, честь, то есть гроб, в котором он был погребен, который всегда почитается и прославляется. 22. В день он это, во время пришествия Христа, он покажет руку свою. 23. Исполнится это, когда он, побуждаемый ревностью, опять соберет остаток прочих людей, остаток астерьян, который остался. 24. Видишь ли, что все это совершит ревность Божия, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. 25. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. 26. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. 27. И полетят на плетят или стемлян к западу, а грабят всех детей Востока. 28. На Идома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. 29. Иуда был невелик и заключал в себе только два колена, однако к нему перешло царство. 30. Потом указывается на поражение египтян, имевшее быть после возвращения из плена, когда некоторые будут поражены, а иные покорены. 31. Игиптян.